Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим интересные партии из турнира мастеров на Гамблере, которые я сыграл с двумя международными гроссмейстерами. Первый микроматч мы рассмотрим с международным гроссмейстером Романом Щукиным. Нам выпала следующая леталка. Ну и в этой позиции Роман играл белыми. Все позиции буду показывать со стороны белых. Лучший ход здесь Б5. БЦ5 меняться хуже, там уже преимущество у белых не такое большое. В этой позиции после долгого раздумья я сыграл ФГ5. На самом деле один из сильнейших ходов. Роман здесь тоже долго думал и сыграл ЦД4. И вот здесь я ошибся, друзья, уже вторым ходом. Я сыграл ЕФ6. Это очень плохо. И Роман сразу же захватил преимущество. То есть сыграл ДЕ5. Приходится бить на поле Ф4. Ну и после размена у черных разбитая позиция. Белые выжидают БЦ3. Я играю Ж4. Еще один выжидательный ход АБ2. Ну и мне надо как-то высказываться. Здесь уже в цитноте я делаю окончательно проигрывающий ход. Вот ХГ5. Ну и Роман четко реализует преимущество. ХГ3 с угрозой ЖФ4. Поэтому приходится играть ФГ7. Но здесь белые проводят несложную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. СБ4. Затем ЕД4. Ну и белые попадают в дамки с легким выигрышем. Вот такая техничная партия со стороны Романа Щукина. Но тем не менее, вот в этой позиции у черных был очень классный план. Который мне показывал международный игросмейстер Евгений Казарченко. Когда мы играли с ним матч. Я, к сожалению, забыл этот план. Так что поделюсь с вами. В этой позиции надо играть именно ЖХ4. В чем идея? Допустим, ЖФ4, ХГ7, БЦ3, ЖФ6. Ну, такие обычные ходы, шаблонные. Ну и здесь белые делают последний выжидательный ход АБ2. Может, конечно, разменяться. Наш любимый размен. Тройной АД колонн. Ну, здесь будет, на самом деле, примерно равная позиция. У белых нисколько не лучше. То есть, в принципе, можно так разменяться. Ну, обычно все играют в этой позиции АБ2. И здесь у черных есть отличный план перехвата позиции. С шансами на выигрыш. Вот запоминайте. ФЕ5. Точный размен. И видите, нельзя СД4 из-за простого удара. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черт. Играем АЖ3. Затем ДЕ5. Прорываемся в дамки. И когда белые бьют на С7, еще до кучи взбиваем шашку Ф6. Ну, и следующим ходом собьем шашку С7. Такой несложный выигрыш. То есть, после размена в этой позиции приходится играть только АЖ3. Тогда играем ВЦ5. Приходится нападать. Все форсировано. Видите, АЖ7. Бой, бой. ВЦ3. ЖФ6. СД4. Белые здесь никуда не могут отвернуть. Ну, и здесь идет такой контур-удар. ФЕ5. Куда бить? Можно побить на поле Ф6. Можно побить на поле Б6. Один из разменов уже проигрывает. В партии против Евгения Кондраченко я в матче побил на Б6. Этот размен проигрывает. На самом деле, надо правильно бить именно на поле Ф6. Здесь еще есть ничья. То есть, после размена белые играют ЖХ2. Черные БА7. И надо меняться. ФЕ5. Другого нет. Тогда черные играют АЖ5. И грозят выиграть шашку Е5. Им это удается. Но белые проводят спасающую контр-комбинацию. То есть, на ход ЕФ6. Играем ЕД6. И белые здесь жертвуют шашку. Видите, приходится... Ну, жертвовать бесполезно. Там АБ2 как-нибудь. Приходится играть ЕФ6. Тогда проводим комбинацию. Отдаем две шашки. Затем еще одну. И еще одну. Ну, как бы черные не побили, мы прорываемся на преддамочное поле. Здесь у черных есть два хода. Ну, если черные играют СД6, естественно, нельзя ставить дамку. Надо сыграть АБ6 точный ход. Ну, после того, как черные, допустим, отходят сюда, если поставим дамку на АЖ8. Если сюда, тогда тоже ставим на АЖ8. Ну, и видите, несмотря на три лишние шашки, у черных нет выигрыша. То есть им придется вернуть шашку. Ну, и партия заканчивается ничьей. Если же черные здесь играют СД4, тогда ставим дамку. Черные отходят. Нападаем на шашку С7. И надо меняться. Ну, и здесь возникает ничейная позиция шашиста Баранова. Вкратце, давайте рассмотрим ее. Допустим, сюда, 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 сюда. Ну, просто бегаем. Так, и вот в этой позиции, когда черные занимают поле Ф4, важно занять поле А1. И, как ни странно, выигрыша нет. То есть черные... Вот если бы ход был здесь белых, черные выигрывали бы. Видите, нет ни одного хода. То есть на ход, допустим, если бы ход был белых, допустим, АЖ7 сыграли бы АБ2. Ну, и как бы, если, допустим, белые бьют шашкой на А3, тогда уже играем СБ6. Побили. И черные выигрывают эту партию. А здесь ход черных, они здесь темпы играть не могут. Поэтому позиция равная. Так, рассмотрели ничью. А я в партии против Евгения неправильно побил на поле Б6. Это уже проигрывает. Черные проводят красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. И они здесь с точной игрой выигрывают. Смотрите, АБ2, затем ЕД4 и бьем сперва на поле Ф6. Про недвижуточный бой. Белые бьют на Д8 и затем прорываемся в дамки. Белые бьют на Ж5. И здесь важно побить две шашки. Бой на Ф6 уже дает ничью после хода АБ6. Именно так закончилась наша партия с Евгением. То есть он неправильно побил на Ф6 и здесь мне удалось достичь ничьей. Причем у меня был такой жестокий цитнот, но я четко уронял позицию. А правильно бить именно на поле Х2. Здесь ничьей уже нет. Например, АБ6. Ну просто бегаем дамкой, допустим, на поле С6. АБ4. Играем АЖ5. То есть, чтобы на ход БЦ5 было нападение с поля Е7. Поэтому белым приходится играть, допустим, АБ5. Тогда играем снова дамкой на поле С1. И после хода Б7 играем на Ж5. Видите, АБ6 хода нет, приходится что-то жертвовать. Допустим, ФЕ3, бьем до конца. И на ход АБ6 играем дамкой на А6. Ну и здесь рано или поздно белые отдают шашку и ставят дамку. Другого нет. Тогда играем ДЕ5, точный ход последний. Ну и как бы белые не побили, их дамка гибнет. Черные здесь побеждают. Вот такой выигрыш был у черных в этой позиции. Так, рассмотрели возможные варианты. Во второй партии мне все-таки удалось отыграться. Причем, как сказал мой добрый знакомый, мой шашечный коллега из Украины, я здесь выиграл как будто по книге, то есть все четко. Во второй партии я также сыграл БА5, сильнейший ход. Ну и здесь Роман долго думал и все-таки сыграл АЖ5. Я играю ЖХ4, связываю левый фланг черных. Ну и после хода АЖ7 играю ЦД4. Роман сыграл ЖХ6. Ну и здесь у белых было два отличных плана. То есть Евгений Кондраченко против меня в матче играл ФЖ3. Кстати, этот ход, похоже, тоже выигрывает. Еще какие-то шансы у черных на ничью есть после хода ДЦ5. А вот после хода ДЕ5 белые четко выигрывают. Например, смотрите, ЖФ2, бой-бой. Ну и видите, здесь, допустим, на ход ЕД6 белые проводят такой удар ДЕ5. То есть, видите, приходится бить на Ф4. Белые бьют на Ж7. Черные вроде бы отыгрывают шашку, но, как говорится, счастье это не приносит. Здесь все четко сводится в пользу белых. ФЕ7 единственный ход. Побили, побили. А ФЖ3 побили. Ну и здесь играем просто ЖХ4. Ну и на последний единственный ход. ФЕ7. Играем АБ2. БЦ5 нельзя, видите, из-за простого ЕД4. Поэтому рано или поздно черные уйдут на поле АЖ4. Тогда играем БЦ3. Ну, видите, ДЕ7 нет из-за банального СД4. Ну и черные проиграют вот из-за этой связки правого фланга. Поэтому приходится играть БЦ5. Единственный ход. А здесь все четко сводится в пользу белых. АБ6. СБ4. Побили две шашки. Ну и на ход АБ6 играем ЕД4. Не даем разменять шашку Д6. То есть белые побеждают за счет рожна на поле Д6. Ну и на единственный ход Б7 уже идем в дамки. Допустим, размен БЦ5. Ставим дамку. Ну и черным здесь можно сдаться смело. Ничего здесь нет. Так, это первый возможный вариант. То есть ЕД6 здесь играть бесполезно. Если, допустим, черные играют БЦ5. Тогда уже играем ДЦ3. С идеей удара. Допустим, если на любой ход здесь белые играют СБ2 и проводят удар на поле Ж7. Допустим, ну вот, допустим, на ЕД6 здесь можно просто ЖФ4 сыграть. То есть на ФЖ7. Вот у нас в партии с Евгением так и было. Просто ЖФ4. Ну и здесь выигрыш везде. Постепенно черные проигрывают. А если черные играют СБ6, последняя ловушка здесь. Вот здесь как раз удар СБ2 проводить нельзя. Потому что он ведет лишь к ничьей. Вот будьте внимательны. Здесь СБ2 комбинацию проводить нельзя. Потому что черные проводят контур удар. ЕД6 и ДЕ5. И прорываются в дамки. И здесь только ничья. Выигрыша у белых нет. Конечно, у них лишняя шашка. А нет, шашек даже поровну, да. Ну здесь вообще абсолютно равный НШП. СБ2 здесь играть нельзя. Здесь надо точно пойти СБ4. Ну и видите, если, допустим, как-то БА5 играть, тогда уже СБ2 и удар проходит. Здесь единственный ход ЕД6. Еще какое-то сопротивление оказать черными. Вот тогда удар уже здесь выигрывает. СБ2. Побили. Побили именно на поле А5. Побили. И здесь играем АБ6. То есть на ход, допустим, ФЕ7. Играем просто... Ну куда тут? ФЖ3, допустим. И выигрываем за счет связки правого фланга черных. А если черные играют ЖФ4, вроде бы вырываются на свободу, то здесь белые выигрывают за счет несложной комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белые. Играем БЦ7, затем АЖ5, затем АЖ3. Ну и выигрываем за счет прорыва в дамке. Такой выигрыш. В партии против Романа я нашел не менее красивый выигрыш. Я не знал тут как играть, но вспомнилась задумка. Как-то против меня вот в подобной позиции белые применили вот такую жертву. Можно бить в обе стороны, но здесь оба размен... Ну куда бы черные не побили, они проигрывают. То есть если бить на Ф4, тогда нападаем. Надо играть только ЕД6. Белые бьют две шашки. И здесь еще как-то сопротивление оказывать черные могут только после хода ФЕ7. Когда побили, побили. Играем АЖ3. И не надо нападать сразу же ЖХ4. Играем просто БЦ3. То есть не даем хода БЦ5 из-за ЕД4. Рано или поздно черным придется сыграть ЖХ4. Видите, тоже ФЖ7 нет. Из-за простой комбинации. То есть отдали, отдали. Ну и выиграли легко. То есть как в партии Роман, помните, в первой провел. Поэтому приходится нападать ЖХ4. Тогда играем СД4. Ну и черные проигрывают. Есть во всех вариантах. Например, ФЖ7, ЖФ4. ЖФ6, видите, нельзя. Просто разменяемся. Ну и черные проиграют за счет связки их правого фланга. Поэтому приходится меняться БЦ5. А здесь все четко сводится в пользу белых. АБ2, ЖФ6, БЦ3. Надо нападать, другого нет. Тогда меняемся. Ну и видите, можно здесь уже сдаться. Еще, возможно, БА7 нападаем. Надо закрываться. ДЕ5. Ну и на ход ДЕ7 прорываемся. Дамки. ДЕ5, АЖ7. Напали. Отдаем шашку. Еще одну. Ну и легко выигрываем. Тут уже, как говорится, выиграет каждый. Вот такой простой выигрыш. Все форсировано. Роман поэтому в этой позиции побил на поле Д4. Здесь у белых все-таки есть проблемы с реализацией выигрыша. Но мне удалось победить. Бьем на Ф6. Черные бьют на Ж5. И здесь я сыграл АЖ3. В принципе, четкий ход. В партии Роман сыграл Ж4. Но здесь были возможны три хода. Ж4, Ж4 и БЦ5. Давайте рассмотрим их все. В партии Роман сыграл Ж4. И здесь я четко довел партию до победы. БЦ3. Четкий ход. И Роман сыграл АЖ5. На ДЕ5 я планировал пожертвовать шашку Ж4 и сыграть Ж2. И за счет временной жертвы шашки здесь все четко сходится в пользу белых. Давайте рассмотрим такой вариант. БЦ5. Усим. СБ6. ФЕ3. Ну и на ход ДЕ7 играем АБ2. В чем идея? Если черный играет АБ6, тогда играем ЕФ2. И угроза ФЖ3 неотвратима. Поэтому приходится здесь играть ЕФ6. Тогда не надо меняться ФЖ5 и СД4. Там есть у черных шансы на ничью. Надо четко сыграть СД4. А здесь никаких шансов нет. Если ФЖ5 бой-бой, тогда просто БЦ3. Тут у черных никаких комбинаций, никаких шансов на ничью. Если тут играют черные АБ6, тогда ФЕ5. И выиграли. Ну какой еще последний ход? АЖ5, если тогда бьем на Б6. И затем на АЖ6. И видите, нельзя играть АЖ3 из-за банального удара по затылку. ЕД4. И черным можно сдаться. Вот такой четкий выигрыш. Поэтому Роман здесь сыграл АЖ5. Я вылажу уже в центр. СД4. Но назад меняться бесполезно. Я потом сыграю АБ2, БЦ3. Постепенно выиграю Роман. Поэтому разменялся. А здесь тоже четкий выигрыш. Просто меняемся же Ф4. И видите, постоянно нет хода СД4 из-за ФЖ3. Поэтому черные здесь проигрывают. ДЕ7, АБ2. ДЕ6, БЦ3. Роман напал. Я разменялся. Ну и здесь после хода СБ4 я сыграл СД4. Роман пожертвовал шашку и разменялся. Здесь у меня уже подходил цейтнот. Я немножко запаниковал. Но все-таки взял себя в руки. Четко рассчитал выигрыш. Все-таки лишняя шашка. ФЖ3. Ну и как ни странно, здесь черные ничего сделать не могут. То есть на БА7 или БЦ7 играем БЦ3. А если черные играют ДЕ4, как было в партии, тогда четко играем АБ6. Ну и на ход ДЕ3 играем БЦ3 и черные сдались. Вот так мне удалось отыграться. В партии против международного гроссмейстера Романа Щукина. Так, какие еще возможны были варианты. Так. В партии я очень боялся, что в этой позиции черные разменяются ЖФ4. Я здесь на самом деле не видел выигрыша. То есть если бы Роман сыграл так, то скорее всего, может быть, он достиг бы ничьи. Потому что я не знал, как тут играть. То есть на ход БЦ3 я опасался хода БЦ5. А на самом деле БЦ5 же здесь играть нельзя. Потому что мы проводим размен двойной АБ6 и ЦБ4. Ну и несмотря на то, что рожон белых на поле Д6 погибает, здесь черные теряют шашку Ф4. Например, ЖХ2. Ну надо меняться, другого нет. И здесь четко играем ЦД2 с последующим ходом ФЖ3. И шашка Ф4 здесь у черных гибнет. Можно сдаться. Так, первая тема. Если черный играет АЖ5, тогда здесь тоже очень симпатичный выигрыш. Играем АБ2. Ну и на ход БЦ5 попробуйте здесь сами найти выигрыш. Здесь есть ложный след. Белые проводят удар. Но здесь надо его проводить хитро. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Очень симпатичный выигрыш. Играем ФЖ3. И здесь самое главное не играть сразу же СД4. Потому что черные здесь достигнут ничьей. То есть сыграют ДЕ7. И видите, нельзя играть АЖ7 из-за простого размена. И здесь спелые выиграть не могут. Но в этой позиции надо сперва пожертвовать шашку АБ6. И вот здесь уже проводить удар. Ну и здесь уже получается, можно только сдаться. На ход ДЕ7 играем АЖ7. Ну и жертвы здесь черным не помогают. Все равно белые потом свободно проходят дамки. Такой четкий выигрыш после размена ЖФ4. После хода БЦ5. Здесь я тоже пошлифовал варианты. Надо играть ФЕ3. Ну и размен ЖФ4. А другого нет. Все остальное еще хуже. После размена играем ЕФ2. Тут простой выигрыш. На ДЕ7 нападаем. То есть выиграем шашку Ф4. Приходится отходить. И здесь самое важное не сыграть ЖХ2. Так. Красным покажу. ЖХ2 играть нельзя. Потому что тут идет присоска со стороны черных. СД4. И как ни странно, здесь даже черные побеждают. То есть приходится бить сюда. Тогда черные играют. ЖФ2. Ну и здесь жертва белых не спасает. Черные должны победить во всех вариантах. Здесь правильно просто сыграть ЕД4. Ну и за счет лишней шашки белые постепенно побеждают. Рассмотрели все возможные варианты. Теперь давайте рассмотрим микроматч с международным гроссмейстером Евгением Кондраченко. Эту партию Евгений играл белыми. Я черными. СБ4, БА5. Ну здесь Евгений сыграл БЦ3. Наверное наиболее сильный план. Я сыграл ФЕ5 с угрозой разменяться ЕД4. Поэтому белым приходится меняться ЖФ4 и бить на борт. Далее в партии было ЖФ6, ХЖ3, ХЖ7, ЖФ4, ФЕ5, ЖХ2. Бой, бой назад. Ну в принципе это все давно известно в теории. Здесь у меня был очень сильный план ЕФ6. Но я его не знал. Я играл своей головой. Этот план уже нашел с помощью компьютера. С помощью компьютерной программы Тоша. Шашечной. Ну здесь после ЕФ6, допустим, смотрите. ХЖ3, ФЕ5, ЖФ4, ЖФ6, ЕФ4. Черные здесь играют на самозажим АБ6. Здесь он выгоден. Ну и после нападения в Ж5 играем ДЕ7. Полностью закрылись. И здесь связки сказываются в пользу черных. Допустим, ЕФ2, ФЕ5, ДЕ3. Единственный ход. Ну и здесь после размена. ЕД4 надо бить только на поле Е5. Тогда черные бьют сами. Вернее на поле Д6. Черные бьют на поле Е5. И белые бьют на поле Е3. Сильнейший план здесь сыграть ЕД6 за черных. И белым надо жертвовать шашку АБ4 и нападать ЕД4. И играем СД2, возвращаем лишнюю шашку и затем играем БЦ5. И здесь создаются довольно-таки неприятные позиции для белых. Черные здесь в окончании давят. Поэтому вот этот вариант я считаю самым перспективным за черных. Ну, в партии я сыграл не ЕФ6, а я сыграл ЖФ6. Тоже, в принципе, неплохой ход. Евгений сыграл ФЖ3 и я сыграл ФЕ5. Снова огрыжу разменяться ЕД4. Поэтому ход СД4 за белых здесь вынужденный. Побили Е на С3. Побили. Играю СБ6 с угрозой СБ4 и заставляю белых сыграть ЕФ4. Все форсировано. Далее ЕФ6, ЖХ4, ДЕ7, ФЖ5. У белых образовался пассивный треугольник. Но здесь позиция на самом деле примерно равная. ДЕ5, АБ2, БЦ7, ДЦ3. СД6, СД2. Ну и вот эта ошибка была со стороны Евгения. СД2 проигрывал, оказывается. Здесь я уже был в жесточайшем цейтноте. По-моему, 5 секунд оставалось и я не нашел выигрыша. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Он довольно-таки несложный, но в цейтноте можно запутаться. То есть я сыграл СД4, а правильно здесь было разменяться СБ4. Но, о ужас, когда я рассчитывал этот вариант, после БА3 я не видел, как черным ходить. То есть вроде бы кажется, ходить некуда. После БЦ5 здесь победить могут только белые. А здесь был простой выигрыш. ЕФ4, присоска. Ну и приходится бить на Е3. Тогда играем ФЕ5. Бой. Бьем на Б2. Белые возвращают лишнюю шашку. Ну и здесь четко играем ЕФ6. И белым можно только сдаться. Здесь ничей у белых нет. Такой простенький выигрыш у меня был. Но в цейтноте, еще раз напомню, не более 5 секунд у меня здесь было. Я его не нашел. Поэтому судорожно я сыграл в этой позиции СД4. Евгений играет АСЖ3. И здесь я пожертвовал шашку. Потому что белые грозили сыграть ЖФ4. Я бы побил на Ж3. И белые выиграли бы шашку. Давили бы меня еще тут в окончании. Поэтому я пожертвовал шашку и сыграл БЦ5. Уповая на мощь своих центральных полей. Ну видите, у белых уже 5 шашек на их правом фланге. Они расположены очень пассивно. Поэтому позиция здесь на самом деле примерно равная. Далее в партии последовало ЕД2, СД4. Евгений разменялся. Ну и я отыграл шашку. Евгений сыграл СД4. Здесь я еще пытался рассчитать комбинацию ФЖ7. Понял, что она ничейная. То есть нельзя бить белым дамкой. Потому что здесь они проиграют. Черные просто займут поле Е5. И будут барражировать по полям H2 и B8 с выигрышем. Естественно, гроссмейстер бы в такую ловушку не попался. Евгений побил бы на B6. А здесь уже только ничья. После хода АБ4 абсолютно равная позиция. Допустим, напали, разменялись. Ну и черные не могут остановить шашки белых от похода в дамки. В партии я еще разменялся. ДЦ5. Евгений сыграл БЦ3. Ну и после хода ЕД6 партия быстро закончилась ничьей. ФЖ3. Бой-бой. ДЕ5. Ж4. СД4. АЖ5. Разменялись. АБ4. СБ2. ЕД4. Ну и здесь просто можно напасть. БА3. Здесь я уже принял ничью. Евгений предложил ничью. Я согласился. Здесь выигрыша у черных нет. Вот так закончилась партия. То есть мог победить, но в цитноте не нашел выигрыш. Ну, слава богу, хоть не проиграл. Во второй партии, в принципе, уже у Евгения был выигрыш. Он меня, получается, выпустил. Но затем, также в цитноте я не точно сыграл. А у меня было спасение с помощью комбинации. И в итоге Евгений победил. Во второй партии я решил не повторять ходы соперника. То есть после СБ4 и нападения БА5 я решил применить мой план. Сыграл СД2 и побил на Б4. Я подробно разбирал этот дебют. Посмотрите, варианты здесь очень красивые, варианты были найдены мной. Ну и как впоследствии я узнал, этот вариант очень подробно размирал гроссмейстер Юрий Королев. Например, я знал такую штучку от гроссмейстера Юрия Королева. Допустим, ФЕ5, ЖА4 и здесь правильно играть ЖФ6. А вот ход СБ6 уже за черных слабый. Неоднократно на гамблере я пообреждал во второсадке с помощью вот такого приема. Играем резко ЕФ4. Ну и видите, ход ЖФ6 уже здесь проигрывает из-за комбинации несложной. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белый. То есть играем АЖ7, выбиваем шашку Ф8 и проводим удар на это поле. АЖ5 и ФЕ5. И белые прорываются в дамки с выигрышем. Неоднократно удавалось победить своих соперников вот таким незамысловатым приемом. А если в этой позиции играть БА5, лучшего нет, тогда уже играем АЖ5 четко. Ну и после размена меняемся ФЕ5. Здесь преимущество гостит у белых. Черным надо точно защищаться для достижения ничьей. Вот это идея гроссмейстера Юрия Королева. Ну Евгений конечно же знал эти варианты. Он четко сыграл ЖФ6. Я играю ФЖ3. Евгений нападает на более сильнейшее продолжение. Ну и здесь мне надо меняться только назад. Черные здесь могут провести комбинацию, но она не дает выигрыша. То есть я знал, что после ДЕ5 и ФЖ5 здесь я играю АЖ3. Ну и на любой ход затем разменилась. У черных здесь довольно-таки ощутимое преимущество, но выигрыша нет, как ни странно. Поэтому Евгений не стал проводить комбинацию, он сыграл ФЕ5. Я уже пытаюсь как-то окружать позицию черных. А что прикажете делать? АЖ5. АЖ7. Вот здесь в принципе можно было разменяться. ЖФ6. Но у белых остается пассивная позиция. Да, скорее всего мне бы здесь удалось сделать ничью, но хотелось выиграть Евгения. Поэтому я сыграл АЖ3. Такой острый ход. Ну и после хода ЖФ6 я закрылся. Здесь Евгений на самом деле сыграл не точно. Он сыграл ЦБ6, а у него был очень красивый план. СД4. В чем идея? Ну, во-первых, видите, если играть просто БА5, тогда черные меняются, ДЕ3. Ну и полностью разбивают позицию белых. Может быть тут и есть ничья, но получать такую позицию за белых просто страшно. Поэтому в партии, скорее всего, я бы сыграл ДЦ3. А здесь, как ни странно, побеждают черные. Четко играем ДЕ3. Ну и на ход ЕФ2 жертвуем шашку. ЦБ6 и БЦ5. И видите, у белых на левом фланге вот этот пассивный пирожок из пяти шашек. И на правом фланге вот эти вот три пассивные шашки. То есть, несмотря на отсутствие шашки, здесь побеждают черные. Например, ЖФ2 ДЦ7. Постоянно, видите, нет хода БА5 из-за банального ЦБ4. Ну и на ход ФЖ3 играем БА7. Все четко свелось в пользу черных. Ну и еще можно разменяться. За белых вернуть шашку. Допустим, ФЕ3. Тогда отдаем еще одну шашку снова. И четко играем АЖ3. Ну и на ход СД4 играем ЖФ2. Здесь у белых нет никаких идей для того, чтобы достичь ничьей. Черные здесь четко побеждают. Вот такой план был у Евгения. Ну, в Блице, конечно, трудно найти такой план. Поэтому Евгений в этой позиции сыграл СБ6. Ну, естественно, я напал. Здесь БЦ7, в принципе, тоже неплохой был план. Но здесь я мог достичь ничьей. Например, ЖХ2, СД4, АЖ3. И здесь для уравнения уже черным надо жертвовать шашку, потому что остальное плохо. То есть я горжусь сыграть ДЦ3, затем ЖФ4 и выиграть шашку ударом на Ж7. Поэтому черным надо жертвовать шашку. ДЕ3 и играть БЦ5. Здесь на самом деле примерно равная позиция. БЦ3. Это Б6 размен. И играем ЕД2. Четкий ход. На нападение СД4 тоже единственный ход АБ4. Все остальное хуже. Или даже проигрывает. Уже не помню. По-моему, проигрывает. Ну, и на ход БЦ5 играем БА5. Единственный ход тут у черных СД4 надо отходить. Ну, и после комбинации партия заканчивается ничьей. Просто играем ДЕ3. Ну, и на ход АБ2 АЖ7. Обе стороны прорываются в дамки. И ничья. Такие варианты. Ну, Евгений предпочел здесь уже разменяться в этой позиции СД4, а не закрываться. Ну, здесь на самом деле есть тонкая ловушка за черных. После хода ЖФ2, как я сыграл, Евгений играет БА5. Грозит ДЦ3 сыграть. Поэтому я сам играю ДЦ3. Ну, и здесь белые грозят снова сыграть ФЖ3. Затем ЖФ4 и пробить на поле Ж7. Поэтому черные здесь снова жертвуют шашку. И играют четко БЦ7. Именно так и было в партии. Хочу обратить ваше внимание, что ход АБ6 здесь проигрывает. То есть перестановка невозможна. Четко играем АБ4. Ну, и на ход БА7 играем БА3. Здесь все сводится за белый. То есть БЦ5, ЕФ2, СД4, АБ2. Ну, и черным остается только сдаться. Поэтому здесь надо быть внимательным. АБ6 проигрывает. Красным отмечу. А вот БЦ7. Здесь четкий ход. БЦ7. Так и сыграл Евгений. Ну, и здесь, несмотря на лишнюю шашку, белым надо играть аккуратно. Спасает здесь только комбинация. Я в партии не разобрался. Сыграл ЕФ2. Ну, и после хода ЦБ6 ошибся. Сыграл ФЖ3. Евгений напал. Я уже сыграл ЖФ4. Снова у меня был жестокий цитнот. Ну, и здесь Евгений быстро победил. Побил на Ж3 и прорвался в дамки. Я сдался. Тем не менее, в этой позиции еще была ничья за белых. И очень красивая. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. Здесь есть красивая комбинация. В партии я пытался найти ее, но немножко не хватило времени. То есть я стал рассчитывать ход ЦБ4, но из-за недостатка времени бросил расчет этого варианта. А здесь была ничья. То есть одну шашку бить нельзя, потому что у белых лишняя шашка. Приходится бить А на С3. Тогда играем АЖ7. Назад бить нельзя, потому что белые прорвутся в дамки. Приходится бить две шашки. Ну, и здесь правильно побить, отдать шашку ФЕ3. ФЖ3 отдавать хуже. Там будет еще преимущество в окончании у черных. Играем ФЕ3, затем АЖ5 и бьем три шашки черных. Ну, и здесь все быстро заканчивается ничей. Например, ставили дамку на Е1, побили на Д4. Ну и ничья. Друзья, если вам понравилось данное видео, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Поддержите мое творчество. На самом деле, хоть я и проиграл две партии, но партии получились интересными, творческими. И я думаю, что мне удалось здесь совместно с моими уважаемыми соперниками здесь даже, так скажем, усилить, как это сказать-то, дополнить теорию русских шашек. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.